Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня у нас 18 марта, 23 год, суббота. И смотрите, какая замечательная погода. Я еду забрать Мирославу с работы. Так как у нее еще водительских прав нету, ей только 16, то я ее завожу и привожу с работы. Ну, это не проблема. Ну, метелька у нас сегодня просто вам не передать. Откуда это взялось, даже не знаю. Вчера так себе нормальненько, тихо было. Чуть-чуть снежка там сыпанула. Сегодня утром просыпаемся, а у нас как, ну, середина декабря, где-то так. Ну, когда ехала я в 7.30, то была дорога здесь скользкая. А вот сейчас у нас уже 3.20 дня. То, видите, оно уже посыпали все. Как бы разъездилось, то нормально. Хорошо хотя бы легко ехать. Ну, ветер сильный и холодный, просто пронизывает. Как не одевайся все равно. А что ж ты, 10 курток, ну, даже не оденешь. В машину сел уже, жарко, знаете. Так. Ну, конечно, одеваемся. В кофтах не ходим только. Вот впереди не видно ничего. Так что погода... У природы нет плохой погоды. Всегда прекрасная, всегда замечательная. Ну, все равно же, да будет у нас тоже тепло. Вот здесь немножечко уже скользко. Потому что сразу я, когда еду, вот по черному асфальту, да, оно нормально. А только вот становишь... Выезжаешь на такую дорогу, вот оно сразу под колесами так издает такой звук. Гудит. Это... Я сразу знаю, что это лед, это скользко. Да, смотрите, вот здесь уже все, дорога какая. Только что гудило замечательно. Чуть-чуть проехали только. Курочки мои! Сегодня никто не захотел выходить. Вы представляете, какие они разумные у меня, разговорчивые. Я открыла маленькие дверцы им, чтобы воздух заходил. Может быть, кто хочет выглянуть там в окошко. Ну, никто не хочет. Откуда знают, да? Кто научил? Что холодно, снег. Все сидят там, в теплом сарае. Ну, там у них свет есть, еда есть, вода. Сиди себе, да все. Яйца неси. Так, здесь тоже поле. И вот перемело. Перемело дорогу такую. И скользкая. Так что... Нужно ехать аккуратненько. Осторожненько. Вот, друзья, какая погодочка. Уже мы едем домой. Помаленько. Дай бог доехать и с горячим чаем только в окошко вызырать. Высматривать. Котики наши тоже в доме сидят. Никто даже не думает высовываться. Так, бензин подорожал 3,51 за голом. Так, немножко просветления вот. И опять вьюга. Оно как-то так моментами. Ну, мы едем в 45. Нужно аккуратненько. Друзья, вот наш Давид. Сегодня жарил стейк на сковородке. О, еще пару лет. Сейчас будем пробовать. Вкусняшечка. Все, Давид, уже можно кушать, да? Вкусняшечка. 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 Вот уж красный. Он любит, чтобы внутри был красный. Розовый, да? Друзья, на вкус. Да, еще у него своя соль для украшения есть. Такую купил. Просто такой вкус. Он с чесноком его делает. Объедение. Такое мягкое. Мясо покупал в стейк в магазине. Так что, всем приятного аппетита. Какая вкусняшечка. Очень мягкое. Нежное такое, да? Спитальное. Стейк не может быть несмачным. Стейк всегда вкусный, Марико. С помидоркой. Замечательный. Все, друзья. Стейка мы покушали. И захотелось что-то сладенького. Еще такого. У меня стоял творог в холодильнике. Я боюсь, чтобы он не пропал. Не испортился. А то я сделала сырнички. Вот такие немножечко. И здесь еще тесто. Можно стаканчиком. Да, я знаю, что так красивенько делать их. Но как-то я привыкла так. Или не люблю стаканчиком. Не знаю. Сначала делала я их, выпекала с овсяной муки. Добавляла овсяную муку. Но что-то мне не понравились они. как бы здесь больше овсяной муки. Я их замесила само тесто, сам творог овсяной мукой. А уже чтобы чтобы их раскапивать то такой белой пшеничной мукой. Чтобы не ну потому что если овсяна это будут как-то приставать немножко так уже нужно снимать. Такие вкусняшки у нас со сметанкой будут. Все, друзья, сырнички Гена попробовал сказал вкусные и очень вкусненькие. Может быть я сейчас покажу какой в разломе. Вот какой мягкий пышный. А так ведь надо. Очень любят и я люблю чтобы было внутри было слышно творожок сырочек. Друзья, хочу показать уже у меня взошли помидорки. Я здесь сделала зубочисткой маленькие отверстия и там происходит так как маленький парничок. смотрите вот уже взошли видите всходы. Я пока еще не буду открывать эту пленку чтобы все там хорошенько взошли. Не помню когда это я же недавно их сеяла. Не записала. Ну ничего это после того как котики перевернули ее мою рассаду не знаю кто то я посеяла новую эту землю перемешала перемешала здесь были были таблеточки но я сделала грядку можно сказать потому что они уже были все сломаны и другие семена я их намочила водой и они очень быстренько всходят я не выдержала и решила открыть и смотрите так буду открывать потому что вот уже здесь видите как бы такой мох или что то я думаю пускай уже будут открыты я села их три рядочка а может быть здесь взойдут еще те семена которые перевернуты были вот уже даже здесь два листочка маленьких видите какая красотулечка у меня ну вот с этой стороны с этого края вот здесь что-то нету еще ничего нету может быть что-то будет посмотрим это желтенькие помидоры которые у меня были и я собрала их семена с помидорок осенью